11 детей в больнице, трое из них в реанимации. Таковы последствия газовой атаки в Ужгороде. В одной из школ сегодня кто-то распилил неизвестное вещество. У полиции уже есть подозреваемые. Кто они? Узнаем от Марины Коваль. В Ужгородской школе номер 9 перепало. В коридорах спасателей, в кабинетах полицейские. После третьего урока на лестничной площадке появился едкий запах. Учителя предполагают, кто-то распилил газ из баллончика. От которого все ученики, которые были в коридоре, потому что это в коридоре мы слышали, начали сильно кашлять. И у кого-то началась слезотеча. За 5 минут в заклад все участники, и учителя, и ученики были эвакуированы в двор. 11 учеников забрали в больницу. Три им было настолько плохо, что пришлось положить их в реанимацию. Врач рассказывает, симптомы у всех были одинаковые. Кашель, тошнота и головокружение. Одна девочка еще остается в реанимации, считая, что она больше сильно имела симптомы отруяния. Симптомы достаточно быстро проходят, и дети практически себя уже хорошо чувствуют, так что все страшно, уже все позади. В полиции уже выяснили, никто посторонний в школу не заходил. Подозревают, что так неудачно пошутили двое 11-классников. На данный момент мова идет про хулиганство. Я думаю, что там будет административная ответственность. Для родителей, конечно, потому что это мова идет про неповнолетних детей. Мотивы учеников-хулиганов неизвестны. Ни контрольных, ни самостоятельных сегодня в старших классах не было. С одним из подозреваемых нам удалось пообщаться. Парень отрицает причастность к происшествию. В этот момент именно сегодня меня не было в школе. Именно в этот момент я по определенным причинам зашел в школу и ушел. В классах весь день открыты окна. Учителя уверяют, до завтра газ выветрится и учебный процесс возобновится. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Ужгород.